Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня детские травмы, из-за них сейчас я не могу полноценно общаться со своими детьми, мне не хватает смеха, эмоций, хатастрофы, сил, но душа как будто заблокирована и в семнате, мне как будто нужно проснуться, а я не могу, пишет Татьяна. Ну и спрашивает, как поработать с сердечной чакрой. Ну поскольку вы обратились к психологам, то давайте как-то уточним, что есть сердечная чакра, что вы вообще под этим понимаете, потому что, скажем так, как к психологу для меня это немножко не совсем очевидно, о чем здесь идет речь, и причем здесь душа, то есть вы говорите, что как-бы душа заблокирована и в семнате, то есть, что вы имеете ввиду, пожалуйста, как-то вот по возможности пояснить, вот, пояснить пожалуйста по возможности, потому что не совсем на данный момент это очевидно. Значит, детские травмы, пишите вы, мешают вам общаться со своими детьми, вот. Естественно, что, я не знаю, в данном случае, о каких именно детских травмах идет речь, вот. Вот, травмы могут быть, понятное дело, самыми разнообразными, вот. И, о каких конкретно в данном случае идет речь не ясно, вот. Поэтому, я думаю, что больше всего вас напрягает невозможность самостоятельно, сделать то, что делают ваши дети, то есть, ну вот, например, такой, такая, простая, достаточно. Ситуация, значит, дети выражают гнев, вот, то есть, ну они буквально выражают гнев, вот, и в этот момент вы чувствуете отторжение, вот, чувствуете какую-то подавленность, возможно, и так далее. Почему? Ответ довольно прост, потому что, значит, вы хотели бы сами выразить этот самый гнев, но у вас это сделать не получается, то есть, вы себе блокируете, ну блокируете у себя эту историю, связанную с гневом, не позволяете себе выражать гнев. Вот, и все, и, соответственно, теряется связь, как вы, значит, ну, совершенно справедливо в данном случае замечаете, да, теряется связь с детьми. Вот, значит, здесь, что нужно, нужно здесь, разрешить себе выражать гнев, то есть выразить его, прожить его, вот. А, притом, 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 вполне, вполне может быть, что и на детей. Да. Далее. А, значит, почему вы решили, что должно быть больше смеха, почему вы решили, что должно быть больше чего-то, больше чего-либо, вот. Тоже, вот, такой очень интересный момент, можно сказать, почему вы так решили, вот. То есть, откуда вот это вот требование к себе такое, что вот должна я быть какой-то определённый, да, более весёлый, более эмоциональный, откуда это. Вот. Вы, если будете себя заставлять, да, если вы будете от себя требовать, быть какой-то, то ничего хорошего не получится, вот. И дети, они как раз таки почувствуют фальш в вашем поведении и, в общем-то, ситуация, ну, вполне возможно станет только хуже, вот. То есть, ну, на мой взгляд, вы себя как-то обманываете, думая, что, ооо, какое-то ваше, ну, определённое поведение, да. Ооо, ну, к чему-то вот хорошему в данном случае приведёт, ни к чему, ни к чему хорошему ваше поведение не приведёт такого плана. Поэтому я бы поработал здесь с требованиями вашими, вот, которые, ну, у вас, которые есть, вот, требования. И, вот, с ними я бы поработал, потому что, на мой взгляд, они мешают, и требования к себе какие-то испортили не одни, вообще не одни отношения. Вот, поэтому я бы вам предложил, вот, как-то, ну, критически, критически рассмотреть эти критики и критически отнестись к своим требованиям. Ну, к требованиям, к себе я имею ввиду, вот, которые у вас есть. Вот, на мой взгляд, это, в общем и целом, было бы весьма-весьма для вас полезно. Как мне кажется, чтобы быть как-то немножечко по-свободнее в плане взаимодействия с этими. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. И обращайтесь за помощью. Спасибо. Спасибо.